доброго времени друзья мои я сегодняшний свой спец репортаж буду вести на кучу говна это очень символично потому как вся моя прошлая жизнь не с какой-то иной субстанции сравниться не может и даже более того это навоз который коровки переживали в общем-то травку можно сказать жизнь была созиждущиеся на человеческих экскрементов и поэтому я сегодня хочу затронуть тем я просто вижу посыл из из обратной связи из комментариев что многие те подписчики которые присрастились к моим каким-то тюремным рассказом историям и философиям на эту тему требуют продолжение банкета и я в общем-то в угоду своему слушателю вот такое продолжение вообще раздам и продолжение будет них укры мухры не про какого-нибудь там абитуриента заблудившегося в потемках тьмы в потемках жизни но мы поговорим сейчас с вами о высшем институте преступного мира про поговорим на табуированную для арестантов тему такую как институт воров закон сейчас я на паузу нажму баранов опущу то я не переору их почему горы табуированная потому что одно из есть какие-то не писаные правила иногда они прям четко сливаются в какие-то созвучные постулаты которые которые на языке на устах у тех кто живет этой жизни и вот один из этих постулатов звучит но близко к тексту так что ну про про отцов-основателей нельзя разговаривать это табу точнее какие-то я кстати постараюсь свой рассказ и свои философские измышления на тему воров в законе построить исключительно на собственном опыте то есть я не буду постараюсь не ретранслировать какую-то аналитику на основании там из того что я где-то услышал от кого-то даже пускай в лагерях или где-то увидел там в ю тубе еще тогда исключительно только свой собственный опыт сын ошибок трудных и исключительно свое личное мнение которое как всегда не претендует на истину последней инстанции потому что мы все люди человеке у каждого человека свой взгляд на жизнь один это видит вот так другой по-другому одно и то же действие люди могут видеть абсолютно разными глазами сделать диаметрально противоположные выводы поэтому я лишь буду говорить о себе то что видел я то что я слышал из первых уст и так далее ну и в общем то начну сейчас посмотрю идет запись или нет начну с того что вроде бы как идет начну с того что я постараюсь все-таки избежать каких-то углов сейчас еще козочка отпущу секундочку то тоже она воет и будет так выть буду обходить острые углы то есть я и я не буду заниматься критикой старших братьев от слова совсем вот поэтому если вы ждете что я сейчас начну там поливать грязью там и что как какие-то обличающие факты выкладывать но этого не будет ну не в силу своей лояльности к этим людям хотя она существует естественно потому что 18 лет провел в лагерях и ни разу я там не отступал от того к чему я пришел даже когда я стал уже христианином утвердившимся я не поменял круг общения я общался все с теми же с с бродягами и как бы занимался и и также и гривами там и крышу грелы что-то что-то со свободы тащил ну немножечко там видоизменилось если теперь если раньше там например грех в одиночную камеру там я нибудь на особом режиме это там были порно журналы там и трава вместе с насущным так называемая то сейчас я уже это исключил я старался там побольше еды где-то там под собрать там что-то что-то там ну то есть какие-то откровенно там греховный но тем не менее я до конца своих дней придерживался этих понятий не не из страха из того что они соответствовали моему душевному требованию находясь в лагере ну наверное скорее всего рассказ получится длинный сумбурной и будет сбиваться с одной темы на другую но тем не менее я сейчас я не готовился у меня нету списка то ты ничего не раскладывал по полкам я скажу все что я думаю а вы уже дорогие зрители и слушатели оцените эти пишите комментарии бывало и не бывало и что кто что думает кому что кажется ну а я потихонечку начну ну я вку собственно говоря я уже начал я не отступал никогда от тех понятий которыми я был напитан практически самого детства и они были что-то не нечто что-то вроде морального кодекса для джентльменов удачи который себя включал ряд так скажем тезисов например там не придавать не бояться там не работать на администрацию там не ходить в опер часть одному обязательно с кем-то там да то есть мусор это вот но любой милиционер сотрудник администрации это потенциальный патологический враг с ним не может быть никаких там общений максимум это если у тебя есть возможность там его подкупить чтобы какие-то блага получить для общего в первую очередь а не для себя ну и так далее то есть это можно бесконечно нуждающихся там нуждающимся помогать тех кого сейчас морят голодом постараться дотянуться накормить кто сидит там закурить бы ништяк да голяк значит курива туда надо отправить это хоть и наркотик но легкий надо такая же жизнь катаржанская что насущно это чай и сигареты и так как все все это происходило не на свободе а в лагерях как бы разница есть то есть как когда я встретился на когда я начал с ворами работать на свободе но и тут совсем другой движ начался и как бы я быстренько быстренько понял что мне желательно какую-то свою тему нащупать и там общаться дружить встречаться но ну как бы своей коляске ехать потому что но я не рэкетир я не бандит я терпеть ненавижу насилие это вот были вещи которые мне приемлемы которые неприемлемы меня поймал милиционер посадил камеру а я должен что-то там ему в глазки смотреть заискивать или что-то я уже не говорю там просту качество я просто вырос в интернате у нас там ну не знаю с первого класса темные устраивали вот это был люди которые там что-то бегали там шептали на ухо классному руководителю по секрету всему свету это по факту были изгои там то есть но их там могли обоссать и и забить и ты как бы я по-другому был воспитан и вещи которые там воровском мире декларируются они для меня были незыблемым с кровью потому что я вырос на улице и интернатский парень меня не надо было даже обучаться я все это и так прекрасно знал но какие-то вещи были для меня непонятны и вот этот анализ многолетний пребывание в лагерях и на свободе общение я сейчас и пытаюсь как-то уложить в тезис и не совсем получается опять мысли куда-то поплыли вправо влево то есть для меня например даже не важно когда я уже пришел к вере или не пришел для меня было свято помочь человеку который сейчас находится в одиночной камере или в шизо или в буре или в епок это его отправили на лебедь там или вкрытую собрать отдать ему последние туда отправить потому что человек там страдает это было для меня свято это также святые по по воровским канонам и традициям поэтому тут были какие-то вещи в которых я может быть не совпадал я как бы не вступал противоречий конфликт не не пытался никому доказать что это все не так есть люди которые просидели по 30 по 40 лет и ни разу живого вора в глаза не видели мне мне вот так вот не знаю повезло не повезло я прям в первое же в первую же свою отсидку попал на бутырку и сразу же но не сразу там через пару лет попал на шестой коридор там тройники если было 11 камер в каждой камере сидел повару я сидел с каха хасовичем вот кстати затрагивая сразу какие-то национальные вопросы начну с постулата что в преступном мире национальности нет момент интернатовский уличные не знаю он во мне был жив я все это знал по меня в седьмом классе я уже там шевелился шпаной мы кражами там занимались еще я не приемлемо никогда там какие-то разбой грабежи пьяные драки это не моя тема жажда наживы она была во мне всегда и вы можете и романтизировать я и например думаю что все-таки уверен что есть закон духовный как как которым тысячи лет не укради не убей там не завидуй почитай бога люби отца и мать это основа ну и мы вернемся сейчас на тройник 46 или 48 камеру где сидел с хасовичем хас хасович был коронован 18 лет вот в россии например такой практики не было он был кутаиски если не ошибаюсь его отец тоже был вор законе соответственно погонял у него хаса могу ли очень сказать плохого прочих да ничего ну бродяга вон и из бродяга он лежал нас на страшном метадоновым кумаре месяца два наверное все там не знаю он жил в москве по свободе он жил в центральном доме туристов там у него была штаб-квартира и насколько я понимаю он раскумаривался тем хорошим медом там чистого грамм улькой просто чтобы прийти в себя ну как бы это мне как зависимый учет это обо многом о многом говорит доза у него была бешеные естественно вся эта химия очень долго выводилась но каких-то недостойных и непристойных поступок я лично от него не видел еще даже больше скажу у меня путевку такую жизнь дал как когда меня переводили из тройника опять на общий корпус он мне написал с собой малявку вот это наш брат чем скажет то и сделайте одну секунду тут у нас золотой дождь начался ты не видишь что телевизор записывает видео важнейшее вот ну молодой и кучу бы есть такая притча о нем я не знаю насколько она правдива или нет это не он рассказывал сам это кто-то из грузинов из кутаевских что когда отец когда он достиг совершеннолетний совершеннолетие его отец спросил кем ты хочешь стать у тебя все двери открыты то есть бабки есть там да у жулика хочешь давай в гарвард и отправлю там гражданской гражданской великобританики сделать что хочешь вот нет я буду воров он говорит ну и это на на день рождения разговора и он будет ну иди три дня подумай взвесь все за и против если не передумаешь то тогда и он ему говорит я не буду думать ни три дня не не три часа не три секунды я буду воров то есть но человек обозначил себя и тогда к нему сделали подход и отец говорит если бы ты ушел думать то я бы тебе никогда больше ходу не дал это вот такая традиционная грузинская байка я вообще сейчас я переключу дает ну закончу мысль тем что в россии такой традиции не было я сейчас не буду говорить о покупке корон там про апельсинов или чё-то я не за я люблю грузию я был там с детства и меня и опять же меня судьба так так меня свела что я в детском возрасте познакомился с преступниками которых я всю жизнь вспоминаю добрым словом это были взрослые там 50-летний мужики зугдистки которых сейчас вот до сих пор спроси знаешь вот и там гоги георгадзе и тебе любой скажет что это легенда нашего города хотя они не воры в законе а там на каждой улице по 2-3 по 2 по 2-3 ворам закой проживает сейчас на всех и на всех случаях где гоги живет с братьями церетели улица ну то есть не по несколько душ там вообще звук дети был обведен московскому уголовному розыске раньше фломастера во времена с по самому большому количеству души населения воров законе сейчас посмотрю записываете или нет я почему-то вырубается периодически запись мне в них на телефон стоит задом наперёд я не вижу когда там он выключился я продолжаю бубнить а там уже он отключен отключен оказывается мы короче я обожаю грузию и и субтропический климат западную грузию вот эти вот месть места дата туташки там да кто читал как бы я их понимаю я их люблю меня с детства там встречая в десятилетнем возрасте один туда улетал без разрешения меня там встречали кормили по или там отвозили на море при привозили обратно отправляли домой давали мне еще с собой денег и там и бы и полные кошелки всяких там грузинская кухня это вообще песня и когда ты туда приезжаешь но это но немножечко другой менталитет я участв последний раз смотрел какой-то хрен там рассказывают про про рамс как 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 когда там осетрина с мироном там они рамсили и там кто-то кому-то ногой зарядил удобно в ресторане рассказывает о скрытой камеры снимает вообще все то что подается там краем прайм или какие-то там другие там источники там платформы информационная расценивают как мусорские провокации хотя времена такие пошли что я уже ничему не удивляюсь я вернусь к постулатам вор этот человек абсолютно не публичный это человек который не только не будет вам по телевизору что-то рассказывать или в ю-тубе говорить он не расписывается нигде он вообще не разговаривает у него не родины не флага не семьи не отечество он всю жизнь сидит в тюрьме промежутках между тюрьмой занимается тем что организовывает как какую-то свою деятельность и для того чтобы с общечка питать колонии это его основное призвание я говорю про тех воров старой формации которых я о которых я слышал которых некоторых из них я видел и которых уважает в том числе и и и молодежь и те к кому недавно подошли всякие вот хозяйки там ну вася бриллиант естественно и так далее то есть каким образом у нас это все происходило тот же вася там да вот он на улице начал там щипать по карманам у меня друзья повели закрыли его там да вот он пропер там крым-рым крытые буры пк т епк это и везде пропер 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 увидел кого-то таких же как он стойких оловянных там солдатиков или точнее сказать кремень там до воровского мира они познакомились подружились там он их подтянул и вот они освободились там опять все пересеклись начали вместе там работать вот так вот появились про ира кому-то из этих про ира потом подходы начались то есть она вот так вот было не то что там сын позвал отца и спросила кроха воровать хорошо да папа неплохо то есть ну это особенности менталитета это не значит грузии раньше можно было подойти там у я 85 году даже такой соцопрос для меня 15 лет было я в сухуми подходил к местным пацанам причем я не раз не различал там армянин он еврей грузин или менгреда до войны было там он был межнациональный город шпаны там было море послушку любому парню на улице кем хочет стать он будет воровом школьники хоть но одним словом преступном мире кавказ это отдельная песня там у них даже вот на самих кавказских городах я думаю что это касается всего кавказа этого и и азербайджана там и армении естественно там но и так далее и дагестана и чечне хотя в каких-то от менталитета зависит много там например чечне 23 жулька там там азербайджанцев тоже было немного армении грузия они были наводнены вот этими понятиями дети к этому стремились были там у них свои какие-то со свои знаменитости из уст в уста передаваясь история об их храбрости о порядочности о честности там обессеребренничестве и так далее там например в грузии там пилиси столицы там в каждом уба не были воры дни в небольшом там микрорайончики условно говоря своя шпана своей воры были какие-то там всесоюзного значения там были все грузинского значим этом патта члаидзу у них там например считается такой легендарный вор там да были воры которые в россии проперли тюрьмы еще во времена ссср достойно и здесь уже как бы утвердили свой авторитет но еще больше было воров который которым был подход к не сидевшим или там по малолетке год условно как у максима с которыми я работал царство небесное когда он попадает куда-нибудь там не знаю за бадайский семафор там не говоря там про полярный круг даже просто куда-нибудь мордовия там и и дальше коми не смотришь что-то пошло не так просто для того чтобы ну как бы условно говоря вор в законе это день можно так сказать я своими словами что понятнее было это генерал преступного мира но кто такой генерал когда у него нету армии когда за ним я уже говорил об этом то есть истинный авторитетом определяется любовью к нему масс когда арестантские массы его любят когда знают какие-то поступки его когда он там мужика какого-нибудь там не знаю там оправдал там а бродягам пятерым по щам надавали за ну-ка и так далее то есть вот какие-то вот такие вот вещи они всегда на слуху они в лагере видны и как бы и чет начинает пользоваться авторитетом и и тогда да тогда за ним массы встают на если приехал там богу куберидзе там откуда-нибудь там и из какого-то местечка ну конечно его встретит как вора там и дадут ему все что необходимо все ему почести воздадут а дальше он должен как себя проявить показать и зачастую там за бадайским симопором эти короны слетают и лично я на особом режиме видел пару нарядчиков к прошляков которые когда-то воровали я не могу это все переложить на статистику на массы но говорят что таких случаев очень много то есть здесь у нас в россии вор законе должен подтвердить свой статус жизнью на кавказе наверное достаточно каких-то меньших усилий может быть может быть там и и за деньги продается я не знаю я не при при покупке не присутствовал поэтому сложно об этом рассуждать об этой трансформации преступного мира которая произошла со времен ну который я застал в брежневских времен затем там андропов все там свиньков-воротников и после там перестройка началась и как бы раньше как бы вот этот институт воров в законе это было как отражение политбюро только в лагере там да и абсолютно другие были были нравы в преступном мире в законе среднестатистический настоящий авторитет как правило это карманник высшая квалификация который уже говорил там не родины не флаг но все об этом знают вот и что мы сейчас видим но в наше время но как бы я не буду описывать все все понимают если то какая коза ностры по и по по этническим каким-то там критериям параметрам который еще пытается на каких-то этих устоях устоять но она не устаивается потому что изменились времена и трансформируется традиции где-то кто-то там уже песни поет и чечеточку танцует там на ютубе кто-то там еще что-то кто-то еще не буду перечислять для меня например был нонсенс когда я отсидел из полосатого освободился пришел знакомиться к миронова а мирон меня встретила гучете чай курить там вам надо что ли чё сам не можешь и все на этом мой разговор был с ним закончен я развернулся просто и ушел вот или когда мне там вор законе максим царства небесного биджи я же тебе говорил ты здесь у меня в игровом зале не играй я вообще не понимаю мне правильный если меня жулик говорит что он мне сказал не играй ну во первых не может такого рассказать а если я ему сейчас скажу ты мне не говорил то я его обзываю балаболом на ну как бы в присутствии всех фраеров которые там вместе с ним приехали и они справедливости ради надо ответить отметить все вот он езит и и люди с бейсбольными битами были все езиты не было там межнационально это уже была этническая группировка хотя максим он как бы мало занимался там рэкетом там или чем-то последний раз при мне его приняли на квартирной краже то есть он достаточно был такой в этом институте скромную за занимал иерархическую ступень и мне естественно он был ближе нежели там какой-нибудь дед хасан там да я далек от рэкета далек от насилия и короче суть не в этом и и времена изменились настолько что если раньше допустим паша цыруль приезжал в лагерь где был наверно то режим по самой не балусь и где все блатные сидели в буре в одиночках в изоляторах их там гонобили тут в лагере рулили козы то когда приходил этапом паши цыруль он одну ночь провел в санчасти и с утра уже весь лагерь бунтовался весь лагерь стал надо бы горит пашу нам сюда выведите в открытую вывели пашу и начался черный ход все начинали начались суды на над бледями и гадьем а потом и и все петушки петушкам гребешки гребешка все и все на должном пошло то сейчас там башкирскую командировку где я сидел краснючую куда последний раз попадал десятка там в уфе там привезли дату хонский жулик хонский по моему он так и просидел там один в изоляторе без постельного белья и без матраса в тишине и в этом же изоляторе ежедневно происходили ломки там и этап своя там это банда капа приходит новый этап и начинаются там крики и оры пытки издевательства и в конце концов заканчиваются речевками чем сварами чифер пить держится вонючую лучше с дп ступить армии могучие он это все слышит и все кто поднялся через карантин лагеря там то второго не дано ты в любом случае выйдешь лагерь только либо петушатник либо на швейное производство от третьего все нету там ну или действительно с дп пойдешь все кто в лагере все написали на а4 на формате красной ручкой я хочу быть милиционером условно говоря о свои выразили свою лояльность к администрации с обязательством там с помощью стойки в раскрытии там всяких разных побегов понятно кто-то это фиктивно написала никогда в жизни этого не сделала тут действительно но по факту по жизни все получились замараны ему не к кому там не знаю маляву послать по прокричать он не может поднять массы потому что массы сука покраснели и я думаю что этот процесс там не единичный рядом татарстан там черный ход был всю жизнь там милиционер после смены из тюрьмы смолявой осмотрящего выходил а там машина стояла и проверяли как он себя сегодня вел рядом башкирия которая там на 80 процентов теми же татарами населена географически тут рядом только там не ментимир шаймиев а там другой смогу свой какой-то там татар базар и все и вот прям вот даже салават полосатый прям вот буквально за два месяца и все кто мурчал стали там нарядчиками завхозами и тогда нету никаких не на и на и пк т три человека из двое из них козы там до бегают в в оранжевых комбинезонах наручниках и в кандалах бегом на прогулку и так далее то есть вот взяли все управление сломали это не не потому что люди какие-то мало мало хольные пошли малодушные а просто там где сейчас это не ломают ну и какие-то места остались там рязань там например я предположительно говорю еще там какие-то может быть коми какие-то черные командировки их не сломали только тоже не хотят ломать захотят сломают и таким образом вот вот этот генералитет который раньше для раньше жулик освобождался к нему тут же начинали стекаться финансовые потоки то есть люди там несколько группировок ну например и тулу скажу например там спортсмены не спортсмены там блатные не блатные вот есть там саш хряк там да или очкарик там был там и вот к нему идут и старые каторжане и молодые и стремящиеся и полу не стремящиеся и тащит общечок и он как бы есть воровской и сердце там да вот он апрель это это в щекино отправить это плоско это туда это сюда и разъезжаются гонцы и на связи там с положенцами это все крутится как бы на свободе есть люди и там есть люди и как бы и вот этот весь регион он двигается а сейчас куда он двигается никакой не осталось никакой не брат вы там если вдруг ты караул будешь из лагеря кому-то кричать да некому кричать и в лагере и какие-то единицы вот этим бродяжных людей они наверное есть остались но они где-то там состоянии глубокого шифра как-то вынуждены двигаться и таким образом изменились времена изменились травы генерала остались без своих армий и что они там делят почему они там друг с другом постоянно ну со слов вот этих всяких различных информационных платформ там где-то там по турциям по заграницам что-то там клан против клана воюет правда это или нет я не знаю шакро молодого видел кстати и старого шакро видел и там да тут ашкентский сидел робинзон там пашциру сидел 51 камере естественно я там со свином рылом в калаш 0 чая там буду у него спрашивать с кем они воюют и почему но я был четко уверен что допустим не то что вор в законе там даже просто человек придерживающийся понятия бродяга там он не бродяга и мужик там но есть порядочный хороший мужик он не только там не расписывается там в документах для него слово у до это основная мотивация чтобы окозлить там да но для него ругательные вот моих кругах это слово не произносилось вслух никогда в жизни не возьмется признание там на ребенка не обидит у женщины не от ними там да что-то что-то там не убьет там ну я не говорю что преступники хорошие я них не пытаюсь романтизировать но во всяком случае я был уверен что отцы основатели там не живут на сути него дам на то что сутенеров получает я уже не говорю что организовывать свой бизнес где-нибудь там наркотики это тоже не воровская тема если где-то ты был замечен что ты что-то там кому-то помог взять и тебе там внимание уделили ты уже барыга вот ты уже а сейчас все просто вот наркоманы все спокойно продают и хвастается я вот уже пять лет банчами никак поймать не могут а раньше это считалось что барыга это пидарас не отъебанный просто вот помог кому-то все те среди людей уже места нет ну ты то вот так вот ну как бы за образ жизни не спрашивают но ты уже все отпал это ну на пол шишки тебе уже в дуле чё ты будешь теперь здесь от нас свечу этому но это было дорого святое понятно для меня живут ли сейчас наркобизнесом там бары правда ли там вот это оправдали то что я не знаю знать не хочу и разбираться не хочу что все все согрешили все лишены слава богу всяк человек ложь библии написано и когда ты живешь с вором рядом и как бы и видишь эту жизнь на свободе или там когда вот он когда декларируется одно поступки иногда идут в разрез ну начинаешь как бы фильтровать что-то 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 для тебя там да я хочу сказать что любое рамса я с этого начала и начал этим закончу его можно вывернуть наизнанку там можно сделать из белого черное из черного бела единственным критерием для этого должен послужить извините за тавтологию твой послужной список если ты там ну действительно там радеешь за общий если ты пользу общему приносишь и воровскому то даже если ты не прав тебя сделают правом и наоборот я так это понимаю мне меня это никто не учил я это видел и это мой собственный вывод 25 лет недавности может быть даже больше я давным-давно не оргазмирую глядя на преступный мир потому что в принципе в новую мотивации для того чтобы разбогатеть изъявляется жадность коростолюбие там до мотивации для того чтобы управлять массами а может быть где-то там сказать в пас и кого-то лишить жизни но это гордыня тщеславия и так далее то есть это по факту несмотря на то что многие носят иконки там и крестятся проходя мимо церкви из этого мира и даже на ходят там и детей крестит там и и что-то что-то там да отпевание это вообще святое там до традиционные какие-то вещи неотъемлено от воровских традиций день рождения отмечать там до или там последний путь провожать присутствует там священник литью читает но сам образ жизни это вот ну он сатанистки он крайне против противоречит не укради укради не убей убей там люби бога доделай вид что любишь там ради чего вот все нахапать нахапать я хочу сказать что я не с осуждением я на самом деле с глубоким соболезнованием смотрю на бывших своих старших братьев и думаю бедные они люди несчастны вот эта короткая жизнь которую раньше они преимущественно проводили в тюрьме а все остальное время они больше или меньше степени каким-то обычным людям там приносили беды и страдания даже если они были плохими злодеями но это как-то может быть нивелирует там и если ты обокрал какого-нибудь там миллиардера там до который сам на крови эти миллионы сделал а может и нет но перед богом конкретно четко не укради и все там не написано что не укради только у бабушки а написано вообще просто не укради и и поэтому для меня как бы давным-давно сформировался образ справедливости на которой на земле нету юдор плачевная это естественно христос истинный бог наш ему же слава веки веков я не люблю на самом деле вот эти звучные декларации это должно быть в душе это вот эта душевность многие люди душе стараются как-то хранить хотя бы какие-то начатки святости даже те которые постоянно сидят и вынуждены какими-то там делами заниматься я лишь просто порассуждал о той трансформации преступного мира которая произошла за последние годы началась она с того что сейчас еще раз посмотрю началась с того что ну такой вот самый банальный рамс вот допустим я крадун по жизни там да я там тридцатого года рождения я всю жизнь краду и сижу краду и сижу а тут там 85 появился новая номинация люберецкие солнцевские там и и и стал зарождаться рэкет и вот я пришел обокрал магазина этот магазин платил там например кому-то этот кто-то его крыши меня поймала за шкирку лишь лишил у меня части здоровья и и всего имущества и мы его по преступники потом мы в тюрьме встречаемся он сидит за рэкет я за кражу и мы в одной камере какие у нас должны быть взаимоотношения то есть все это начало перерождаться и естественно страсть к наживе страсть деньгам она перечеркнула все какие-то робин гудовский вот эти вот вытащи голову деньги деньги но не унесешь ты с собой могилу через жизнь настолько коротка постоянно вот кто-нибудь из вас может похвастаться тем что его похвастаться в кавычках конечно говорю что вот он точно узнал что его хотят убить или просто его ищут какие-то бандиты для того чтобы повезти в лес там поиздеваться а может быть и убить кто-нибудь был в такой ситуации я вот лично был это самые неприятные дни моей жизни хуже намного чем на особом режиме когда ты знаешь что за тобой идет охота это нет и не сна не аппетита все вот ты что что жил все взгляд это ну все вот я лично я я трус когда я знал что меня ищут ловит я я просто тупо набухивался и меня после вот отцы основатели они живут в этом состоянии всегда и они тоже разные бывают абсолютно разный каждый человек разный для меня например незыблемый абсолютный авторитет арестантский авторитет был вова солома это вот человек который прошел иркутский парень который там не знаю начал с карманных краш он здоровый простой красивый добрый сильный я не знаю вот все вот всех мер бродяга увидели где там они в тулуне с японцами сидели японцы вот там увидел кто-то освободился но потянул москву мусора ему двери там привязали гранату зашли по беспредел там нашли ствол посадили вот мы с ним немножко посидели я его даже интересовался я говорю он еще тогда не воровал я грубо вот и кто по жизни он будет фрейрюга большой огромный сильный мужик такой знаете вот он никогда не будет себе чифер там отдельно заваривать потому что он там подноготную не знает кто там с ней сидит или еще что то вот все что у него в сумке есть это все будет на столе лежать берите там забирайте если ты ему что-то там если кто-то что-то неправильно сделает он не знаю по пояс в крови будет ну то есть это вот какой-то паровоз локомотив про которую я которому потом уже подошли и вот у него такие поступки знаете вот его там застрелил но прострелили там привезли в больницу он при смерти лежит то ли кровь там ему находили спину там его группы то ли какое-то лекарство там нужно было специфическая не знаю подробности это в иркутске было и в этом же отделении девочка маленькая лежала который тоже нужно было это лекарство и вот человек находящийся при смерти с огнестрелами там он горит отдайте девочки они гады чё ты соломы да я сказал отдайте и вот он свое лекарство отдал ребенку умирающий и вот он такой был весь это авторитет за которым и сейчас и красная зона поднимется те кто его знают вот за ним встанут и пойдут вот это нечесть там и крушить вот этих капа которые сейчас гулагу на этом расплодились вещи то что сейчас делается это я даже не знаю вот что на свободе что в тюрьме вот это перед тогда шел те времена которые я был шел передел собственности все это делилось и все это происходил под кураторством наших фэшников доблестных сани профессиональные разведчики и контрразведчики которые смотрели как малиновые пиджаки пилят советское имущество и чесали репу улыбаюсь гульну молодцы ну давайте стравливали сами убирали друг на друга там и так и всякие в конце концов вот сейчас посмотрите все вот эти вот миллионы смертей за когда люди гибли за за металл они были абсолютно пустыми все кладбища в этих союз что ты жил для того что тебе памятник поставили на который никто не смотрит уже лет тридцать для этого что ли не знаю как-то не камиль фош на цель для жизни что-то хорошее могут о тебе вспомнить ну дай бог плохого-то намного больше получается кто сейчас владеет этим имуществом за которую ты кровь проливал а ну-ка погугли а тот кто тебя отжарил и отправил на тот свет кем проще всего управлять в лагере ну естественно у нас полстраны сидевшие в ссср гулаг там и так далее там и блатные там и и и такие и и крутые как управлять вот этим всем массы конечно же нквд искала ключики это не из прочитанного это как бы логический вывод который напрашивается сам по себе как управлять там сахалинской каторге там были иваны то есть человек который своим поведением своим поступками заработал авторитет и остальные его к нему прислушиваются или просто слушаются и потом появился институт информация воров в законе все люди тоже должны себя как-то проявить не просто как какие-то кровожадные стадо пулу стоят там или не знаю в овал волчьи какая-то который друг друга жрет в том числе и как мудрые и талантливые руководители если этого нет то значит ну иди пасись получается так а если это есть то значит и и и и и воровать тебе да ну ну в общем то опять этом баран закричали я думаю что я рассказал практически обо всем о чем хотел сказать размывчиво перебиваясь мысль на мысль закончить закон закончить свой рассказ там фразы жизнь ворам я не планирую потому что все мы люди-человеки всем свойственно ошибаться каждый у каждого есть свои мозги каждый живет как он хочет каждый выбирает свой образ жизни самостоятельно я выбрал образ жизни скотника я живу в вагончике и и и кидаю навоз даю коров у меня практически нету денег я с большим трудом справляюсь со своей зависимостью с наркотически которые там приобрел кстати вот хочу сказать что когда я сидел на шестом коридоре в тройниках с ворами и ну и папа кроме этих 11 душ воров я еще где-то пересекался с ворами на матроске на этапах на каких-то 99 и 9 были наркоманы и все сидели на меди как массы управлять вот как управлять допустим человеком который находится в тюрьме и вот он примут но не подчиняется он никому ложить на вас хотел с прибором как его брать вот скажите вы зависимые легче человеком управлять который ведет здоровый образ жизни или который тотально сидит на меди например то есть если ему перекрыть крантик у него будет двухмесячный кумар ему проще что-то с ним договориться или нет вот ну это мысль которая закрала в голову мне как ну в первые дни мы моего мои первые отсидки когда я увидел что все воры сидят на метадоне один мне попадался проповедник здорового жизни серёга сибиряк на этапе мы пересеклись и вот он прям говорил что пацаны там занимайтесь спортом не колитесь а эти отцы ну все все или на кумаре или если у него есть возможность он продолжает бузоваться и там и тут без остановки по hc руль везде все все плотником сидели на мед про не прошло 15 лет мне начали попадаться этапы в твери вот здесь вот транзитом шел из пскова идет и этапы 55 гадов отдельно по изоляции едут ну выцепил это выцепили и что за что объявили за то что укололись то есть был запрет псковской где-то там управе нельзя употреблять наркотики употребил объявили гадам сломали жизнь и по изоляции в шерсть думаете сами решайте сами иметь или не иметь о времена о нравы я хочу еще раз сказать что у нас единственный камертон справедливости это священное писание и мы все умрем и перестать предстанет предлогом и каждый за каждое свое деяние ответит мне вот здесь кидать говно мирно спокойно хорошо ничего мне не надо ни денег то что я могу сторчатся никакой славы ничего вот я вышел на улицу снежок идет красота с животными пообщался печку затопил я на пенсии но я никогда особо там громко не мурчал жил мужиком и пропер мужиком даже включая ту же самую уфу хотя и писал все эти бумаги но по факту и не ничего плохого никогда не делал просто пришлось немножечко вспомнить или свое старое ремесло и посидеть за швейной машинкой меньше года вот а так все это очень печально пишите